Российские оккупанты продолжают стирать с лица земли населённый пункт Часовьяр. Вот это результат одного из крайних обстрелов. По подсчётам местных властей, российские оккупанты разбили 99% на квартирных домов. Ситуация стабильно тяжёлая, потому что обстрелы постоянные. Спрогнозировать их нереально. Окна отсутствуют в каждом доме. Очень много повреждённых крыш, стен. Если брать микрорайон Восточный, то там вообще жуть. Иначе не скажешь. Там всё не просто повреждено, а ещё и уничтожено. Если брать частный сектор, то он немного лучше сохранился. Есть возможность проживать, но тоже очень много повреждений. Сама инфраструктура – это в первую очередь электричество, возможность подачи газа, воды. Всё повреждено. Несмотря на то, что ситуация в городе сложная, не первый месяц, местным жителям, которые ещё остаются тут, стараются создать приемлемые условия. На улицах установлены бочки с питьевой водой, которые ежедневно пополняют. Продолжает работу пункт несокрушимости, где можно получить гуманитарную и медицинскую помощь. С конца февраля у нас отсутствуют все коммуникации в таком объёме, к которому мы привыкли. На данный момент есть возможность подзарядки. У нас созданы пункты подзарядки, где стоят генераторы. Мы обеспечили по районам генераторы. Плюс топливо к ним. Соответственно, люди имеют возможность прийти, подзарядить свои гаджеты, свои пауэрбэнки. Всё, что им необходимо. Фонари. Всё, что нужно. Что касается воды, в каждом микрорайоне стоят ёмкости и происходит подвоз воды. Тут есть техническая вода, есть питьевая вода. Обеспечиваем наших жителей и продуктами питания. Водой питьевой, технической, бытовой химией, лекарствами. В принципе, привозим всё, что только возможно. Александр продолжает оставаться в городе. По улицам передвигается на велосипеде и большую часть времени проводит в гараже. Мужчина говорит, тут подбирает запчасти для машины. И так ему удаётся отвлечься от постоянных обстрелов. Свою семью отправил в более спокойный регион. А сам остался присматривать за пожилой матерью. Да болты на машину надо, я не могу найти. Да так проходят ваши будни, да, в какой-то работе? Да, ковыряемся, что-нибудь делать надо, отвлекаться от чего-нибудь. А что по гуманитарке? Получаете, не получаете? Получают, дают. Не сильно, конечно, часто, но дают. А воду набираете как? Дождевая и на пункте незламности. Когда смотришь, во что город превратился, во что квартиры превратились, это больно. Что мотивирует вас не уезжать, не выезжать? Это мой дом. Это мой дом. Я здесь родился, я здесь и умру когда ловился. Зинаида занимается заготовкой дров. Пожилая женщина самостоятельно ищет сухие ветки по соседним дворам, чтобы поддерживать огонь дома. Собаки выживаем, а так и выживаем. Деревья готовим. А на что готовите вот это деревья? Дрова. Дрова вот это пилаете, а вы сами? Да. То есть некому и попилять, да? Абсолютно. А это вы заготавливаете, чтобы что, едут или что? Ну да, и едут, уж надо готовить. А где готовите еду? В Курдуге и Керли. В целом, сегодня в городе остаётся около тысячи мирных жителей. Они отказываются выезжать по разным причинам. Кто-то не может эвакуироваться, оставив больных родственников. Кто-то не хочет покидать родной дом. Много кто верит, что украинские войска вскоре смогут оттеснить российских оккупантов от Бахмута, и в городе станет спокойнее. Здесь остаются только взрослые. Дети были эвакуированы раньше всех. И местная власть следит за тем, чтобы родители с детьми пока не возвращались. Ведь тут крайне опасно. Анастасия Волкова, Артём Воронин из Донецкой области для телеканала Freedom.